Друзья, как у нас будет сегодня проходить занятие? Занятие будет максимально интерактивным. То есть, что это означает? Это означает то, что мы с вами будем по максимуму работать ВКонтакте. То есть, не на том замечательном сайте, а именно ВКонтакте друг с другом. То есть, вам придется в определенный момент нашего занятия держать руки прямо рядом с клавиатурой и быстро-быстро отвечать на ваши вопросы. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы прежде всего вы усвоили материал. Мы с вами разберем даже самые какие-то странные, неожиданные вопросы. Например, как снять моего ребенка? То есть, вот у меня дома такие-то условия, как мне его снять? Как мне сделать так, чтобы он у меня был резким? А как мне захватить, к примеру, салют? Или как снять грозу? Или еще что-либо на этой духе? То есть, сегодня нет никаких глупых вопросов. Сегодня все вопросы важны. У нас сегодня занятие будет поделено на два блока. Первый блок – это теоретический. Второй блок – это практический. На практике, вернее, в теории у нас что будет? Мы будем, так скажем, пояснять, что же такое совыдержка диафрагма. А на практической части мы будем с вами непосредственно со всем этим делом работать. Начнем мы с самого, так скажем, важного. Устройство камеры. То есть, устройство камеры, друзья мои. Мы с вами будем разговаривать о зеркальных фотоаппаратах. Однако, это все работает не только для зеркальных фотоаппаратов. Это все работает еще и для беззеркальных фотоаппаратов. То есть, условно говоря, цифромыльницы. Раньше было популярно названием фотоаппаратов «мыльницы», которые были настолько просты, что просто нажал на кнопку и получил результат. Здесь же, в данном случае, под названием «цифромыльница» я определяю то же самое, как вот эти вот цифрокомпакты маленькие, это те же самые фотоаппараты. Там тоже все работает. Это работает даже и на айфонах. Вот, если установить соответствующую программу на айфон, будет тоже работать. Вот, хорошо. Теперь давайте разберемся. Ну, если смотреть сугубо так вот в разрезе, ну, я думаю, что вы видите различные линзы, тут какие-то устройства, зеркала, какая-то непонятная шахта, где все это находится. Давайте разбираться по порядку. Что есть в фотоаппарате? Смотрите. Итак, в фотоаппарате есть основные вещи, которые происходят в момент срабатывания, в тот момент, когда вы нажимаете на кнопку. Именно с этим нам нужно разобраться в первую очередь. Но я думаю, что объектив уже многие обнаружили. Вот он, объектив. Вот, и есть, так условно говоря, корпус камеры, то есть это вот body, да, если там на английский манер, то есть это вот, это корпус. Если вы снимете объектив с камеры, а я знаю точно, что есть такие люди, которые еще не снимали объектив с камеры, ну, это может быть по двум причинам. Первая причина, это если вдруг у вас камера, с которой не снимается объектив, такое тоже возможно. Вот, и второй вариант, если вам это просто незачем было. Но если вы снимете объектив, то вы увидите там зеркало. Вот, то есть, каким образом? Я буду иногда, изредка вам что-то показывать на своей камере. Вот, вот у меня вот такая вот камера, собственно говоря, зеркальная. Если вы снимете объектив и посмотрите на нее вот таким вот образом, то можете увидеть, что там вот есть такое зеркало. То есть, вот, у меня на экране это зеркало обозначено вот таким вот образом. Вот оно зеркало. Именно поэтому камера называется зеркальной. Но это далеко не самое важное в этом всем деле. Самое важное это те вещи, о которых пойдет речь в дальнейшем. Итак, давайте представим себе ситуацию. Вы нажимаете на спуск на своей камере, на кнопочку. Раз, нажали. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит следующее. Тот свет, который попадает через ваш объектив, через эти все линзы, которые здесь нарисованы. Вот он, свет такой желтенький идет. Он упирается в диафрагму. Вот такую вот диафрагму. С каждым из этих диафрагмозатвора матрица мы с ним разберем еще больше, еще лучше. Более подробно, что это такое. Но пока нам нужно просто схематично понимать процесс, который происходит. То есть, вот у нас диафрагма. Свет упирается в диафрагму. И свойство диафрагмы таково, что она пропускает только определенное количество света, которое вы задаете. И свет идет дальше. Упирается дальше через линзы. Упирается в зеркало. Это если вы не нажали. А если вы нажали, то свет идет дальше. Вот он упирается в затвор. Вот он у нас затвор описан. Вот. Зеркало в момент спуска, оно поднимается. Вот такие вот технические параметры небольшие. И после того, как свет прошел диафрагму, он попал на затвор. Затвор собой представляет такой, условно говоря, набор шторок, который закрывает, как жалюзи. Ну если так, условно говоря. Я покажу, у меня будет еще картиночка. Хотя давайте прямо сейчас покажу. Вот диафрагма, она выглядит вот таким вот образом. Вот таким. Вот. Речь у нас о ней довольно долго пойдет. А затвор выглядит вот таким вот образом. Видите, он похож, собственно говоря, на жалюзи. И после того, как затвор открывается, то есть так называемый спуск затвора, да, произошел. Вот, затвор открывается, и свет начинает попадать на матрицу. Собственно говоря, матрица уже принимает изображение, которое прошло у нас линзы, которое прошло у нас диафрагму, которое прошло у нас затвор, и непосредственно ушло в матрицу. То есть то, что осталось, досталась матрице. Вот, собственно говоря, именно это мы с вами и увидели. То есть вот такой вот небольшой процесс, который происходит каждый раз, когда мы нажимаем на спуск на нашей камере. Итак, то есть мы познакомились с вами, где находится диафрагма, где находится затвор и где у нас находится матрица. То есть диафрагма у нас пропускает какое-то количество света, то есть она начинает, либо зажимается, либо, наоборот, раскрывается. В зависимости от этого создает некий пучок света, вот, то есть, соответственно, она уже дает какое-то некое количество света. Дальше попадает все это дело на затвор, вот, затвор открывается на какое-то время, то есть тут у нас уже появляется время. Ну, буду условно называть время T-time, да, то есть вот так вот. А диафрагма A-аперчи. Вот, почему я оперирую английскими названиями, то есть, почему я не русским, да, диафрагма, затвор. Дело в том, что если вы посмотрите на свои фотоаппараты сверху или сбоку, то вы можете увидеть, что здесь есть различные режимы. Вот так вот, да, там, A-V, T-V, вот, вот такие вот режимы. У нас речь о них не пойдет, но, однако, я сделаю отсылку туда, так скажем, на будущее, потому что, когда будет какой-нибудь следующий мастер-класс, посвященный как раз-таки работе, более углубленной работе с фотоаппаратом, это вполне себе пригодится. Ну, и опять же, достаточно проще обозначать там A-аперча, да, то есть, A, соответственно, получается A-аперча, и T-time. То есть, соответственно, это будет уже гораздо проще, чем говорить там выдержка, затвор, туда-сюда, просто так будет проще обозначать. То есть, у нас есть какой-то поток, у нас есть какое-то время, и следующий этап, у нас есть матрица. У матрицы свойства следующие, у нее есть светочувствительность, кроме того, что она, эта матрица самая, показывает нам в итоге потом изображение, у нее есть свойства светочувствительность, оно же и ИСО. Отсюда и взялось название нашего сегодняшнего собрания, ИСО-выдержка диафрагмы. То есть, пожалуйста, вот мы будем разговаривать именно об этих трех параметрах, которые, на самом деле, самые-самые-самые важные. Что такое диафрагма? В чистотехническом смысле диафрагма – это просто элемент объектива, который сужается и расширяется. Вот, то есть, вот таким вот образом, шук-шук делает, видите? При определенных значениях диафрагмы, видите, значение диафрагмы, происходит следующее. То есть, при диафрагме 2, ну это если у вас объектив позволит, она может быть открытая. При диафрагме 2,8 она начинает закрываться. То есть, чем больше значение, да, вот это вот, тем, соответственно, меньше у нас получается дырочка. То есть, значение диафрагмы больше, размер самой диафрагмы меньше. То есть, диафрагма, словом диафрагма, подозначается еще не только как часть фотоаппарата, как элемент объектива, но еще как вот это числовое значение. Вот, вот таким вот образом. Что это означает? Это означает, что мы с помощью нашей диафрагмы можем делать следующее. Мы можем изменять яркость снимка. То есть, если мы с вами, условно говоря, эту диафрагму самую, которую у нас здесь есть, закрываем, зажимаем, да. Понятное дело, что количество света меньше, значит, снимок должен быть, соответственно, темнее. Вот. Но это, так скажем, первое свойство диафрагмы. Второе свойство диафрагмы – это изменение глубины резкости. Что это такое? Условно говоря, это степень размытия фона. Это достаточно интересная такая вещь, это хороший прием. То есть, тут появляется то самое слово «боке», которое достаточно в Яндексе часто можно встретить. Одних из самых основных вопросов – это как создать боке, как получить боке на фотографии, ну и так далее. Но давайте мы с вами будем разбираться. Есть такая вещь, как глубина резкости, то есть глубина резко изображаемого пространства. Это одна тоже. Одно и то же, просто глубина резко изображаемого пространства – это, так скажем, такой вот более научный термин. Ну а в простонародной глубине резкости – это зона, при нахождении которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими. То есть, что это означает? Это давайте посмотрим. Это означает, что при маленькой глубине резкости мы видим только одного товарища. При большей глубине резкости мы начинаем более резко видеть уже и остальных товарищей. Ну и, соответственно, чем больше значение диафрагмы здесь, видите, подписано, да? Вот они, эти значения. Пожалуйста. То есть, при диафрагме 2, когда у нас вот такая полностью открытая диафрагма, мы видим одного товарища. Когда у нас диафрагма 16, видите, как она закрылась, мы видим уже всех товарищей практически полностью резкими. О чем это говорит? Это говорит, что мы можем с вами оперировать с помощью диафрагмы глубиной резкости, то есть, можем манипулировать ею. Это можно использовать как художественный прием, так и как спасение снимка некоторой степени. Потому как, если вдруг у нас темно, мы можем приоткрыть диафрагму, то есть, изменить его цифровое значение, к примеру, с 4 до 2. И у нас тогда получится большее количество света. Но, если говорить о свете... Сейчас. Так, вот еще один пример. Вот при диафрагме 16 мы полсонуных видим вместе со остальными подсонуными. Например, диафрагма 14, ой, при диафрагме 1,4 мы видим только подсонуных и даже, видите, размываются уже края. Вот эти вот лепестки начинают размываться, а диафрагма, она полностью открыта. То есть, вот он такой вот пример. Важно запомнить следующий факт, что диафрагма очень сильно влияет на изменение света, на количество света. Есть шкала диафрагменных чисел. Каждое значение из которых изменяет количество света в 2 раза. То есть, что это означает? Это означает, что если вы поменяете диафрагму с 4 на 5,6, то количество света у вас упадет в 2 раза. То есть, на 4, диафрагме 4, у вас количество света будет в 2 раза больше, чем на 5,6. Равно как, если вы с 8 поменяете на 5,6. Тоже изменится в 2 раза. А если мы с вами изменим диафрагму, к примеру, с 8 до 16, то количество света упадет в 4 раза. То есть, это необходимо просто запомнить эти моменты. Конечно же, вы в своем фотоаппарате можете обнаружить изменения диафрагмы в следующих значениях. То есть, к примеру, 3, 2. Между 2 и 8 может стоять 3, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 1 может быть такое. 8, 9, 10 даже, 11. То есть, вот такие 9 и 10 здесь не проставлены. Почему? Дело в том, что 9 и 10, да, там такие, к примеру, значения, как 7, 1, 3, 2, 3, 5, это все промежуточные значения диафрагмы. То есть, они не изменяют количество света в 2 раза. То есть, изменяют количество света только вот эти вот числа, обозначенные здесь. Поэтому именно ими мы и будем с вами сегодня оперировать. Что необходимо знать на данный момент, то есть, вот прямо сейчас. Что у нас за количество света в первую очередную очередь отвечает диафрагма. То есть, диафрагма открытая, света больше, диафрагма закрытая, света меньше. У диафрагмы число большое, это значит, что диафрагма закрытая. Диафрагма число маленькое, это означает, что диафрагма открыта. Количество света в диафрагме изменяется в два раза при вот этих вот значениях. То есть, если вы изменяете эти значения, то оно у вас, соответственно, изменяется. Диафрагма влияет также, кроме как на количество света, она влияет еще на глубину резко изображаемого пространства, как я показал на примере. И еще один факт, который вам необходимо знать, что глубина резко изображаемого пространства меняется из-за расстояния. Тут можете более подробно рассмотреть. То есть, вот смотрите, чем ближе вы находите к объекту съемки, тем меньше глубина резкости. Это факт. То есть, чем ближе вы будете к объекту съемки, тем более узкая глубина резко изображаемого пространства у вас будет. Тут, соответственно, есть небольшая шкала. Посмотрите, пожалуйста, в конспекте. то есть она будет вам подсказкой, там и картинка-то побольше выглядит, вот, а также на глубину резко изображаемого пространства влияет еще и фокусное расстояние, в данном нашем сегодняшнем диалоге это будет условно просто зум, вот, то есть мы не будем сейчас разбирать общий курс фотографии и вдаваться какие-то определенные моменты более подробно, потому как это, конечно же, займет время, а наша с вами задача разобраться с тремя основными параметрами, поэтому я постарался в конспекте, так скажем, показать как можно больше примеров и расписать, чтобы у вас было больше понимания.